Микс Ньюс. Итоги 2019 года. Катастрофы. Вот так с позитивного спорта мы переходим к катастрофам. Вадим Родионов. Анастасия Смоловская, Евгений Копеин, звукорежиссер. Ну, в общем-то, год нельзя, наверное, назвать очень позитивным или очень негативным. Мне кажется, он достаточно посредственный, как бы это ни звучало. Может быть, обидно в отношении уходящего года. Но, слава богу, что вот острые фазы войн миновали, и не было таких огромных потрясений. Но, конечно, как и всегда, не обошлось без чрезвычайных происшествий, без катастрофы. О них мы сейчас поговорим. Да, вы нам звоните. 6-7-212-93-9. 6-7-213-93-9. Мы поговорим в первой часе нашего часа о катастрофах и ЧП в Латвии. А вторые полчаса поговорим о катастрофах мировых, которых было достаточно. И чаще всего, кстати, вот они связаны все с пожарами. Но об этом, ладно, позже поговорим, не будем прыгать. Вы нам звоните, вспоминайте, что не вспомнили мы. Может быть, ваши личные какие-то катастрофы вы захотите чем-то поделиться. К вашим услугам телефон. Так что звоните и рассказывайте. Да, ну, кстати, вот ты упомянул, извини, пожары. Вот буквально на выходных я выехал на пожар, потому что были кадры такие достаточно драматичные, которые транслировало латвийское телевидение, о том, что пол Риги буквально полыхает. Мы поехали с коллегой Анной Смирновой как раз туда. Ну, в общем, когда приехали, увидели, что не все так страшно, как выглядело на картинках на общем фоне. Ну, на самом деле, это хорошо, потому что, наверное, вот я как раз поймал себя на мысли, что обрадовался тому, что не столь масштабное происшествие, как было изначально, потому что пострадавших нет, и, в общем-то, наверное, это неплохо, когда... Ну, иногда вот говорят, что журналисты такие циничные люди, что им вот подавай какое-то большое событие, и они все забывают, у них драйв, они хотят освещать. На самом деле, не так, это далеко не всегда. Не настолько мы тянушим. Да, и мы, в общем, всегда, ну, могу, наверное, сказать за себя и за коллег, что мы очень хотим, чтобы жертв не было. Ладно, бог с ним, там, с материальной собственностью, там, с страховой компанией, но вот чтобы люди не умирали, вот, честно говоря, очень хочется, чтобы они умирали поменьше, я об этом поздравлении сказал. Ну, вот, если про катастрофу и ЧП в Латвии говорить, наверное, одно из самых шокирующих событий этого года было, это мать, которая состояла в секте, она решила, или за нее решили, рожать дома с мужем и отцом, что для меня было очень странно. В общем-то, во время этих родов погибла и мать, и маленький ребенок, потому что, согласно вот этим религиозным убеждениям, медицинской помощи никакой не должно быть, никто не должен вмешиваться, все должно быть естественно. Ну, и вот, естественно, получилось так, как получилось. И именно это событие в нашем голосовании на портале Мексин Солва, в котором вы все еще можете поучаствовать, именно это событие больше всего процентов набрало 44%. Также здесь представлена крупнейшая в истории Латвии партия кокаина, 26%, 15% проголосовали, как заглавное ЧП года, это смерть строителя после падения с крыши Минфина, тоже такое шокирующее событие было. Рэкбист Давис Перконс, которого искали три месяца целых, был найден мертвым в лесу, и Кайминш тоже в конце года пострадал в пожаре. Да, у него обгорели руки, и голосовал он, если не ошибаюсь, носом. Собирался, сказал, что готов даже носом проголосовать, но все равно позволили ему это сделать руки, смог сделать, но пришел он в майке, да, и сказал, что, ну вот, все сгорело, костюмы все сгорели, так что вот в майке, какой есть в Сэйме на трибуне, но погорелец, в общем-то. Да, ну вот мне здесь кажется очень важным вот все-таки упомянуть и отметить вот эту историю с девушкой, которая умерла, потому что ей не была оказана медицинская помощь именно по причине того, что ее муж, отец, и там еще был, по-моему, если я не ошибаюсь, кто-то из священнослужителей, хотя это сложно назвать этого человека священнослужителями, это секта на самом деле, и к религии, и к традиционным конфессиям они не имеют никакого отношения. 21 век, 2019 год уходящий, а живем мы иногда в каких-то даже не очень отдаленных местах по законам средневековья, потому что, ну, в общем, всем, мне кажется, взрослым людям очевидно, что роды – это тяжелый физиологический процесс, когда врач или акушерка обязаны просто быть рядом. Когда не знаешь, как повернется. Как повернется. Да и вообще, даже если все хорошо, там есть, в конце концов, процедуры, которые должны делать профессионалы, переразать пуповину, например, где-то там кровопотери, может быть, и так далее, и тому подобное. То есть мы в эту историю увидели, что у нас прямо рядом, вот здесь, в нашей стране, живут люди, которые живут по законам средневековья. А у нас такая небольшая страна, и, казалось бы, это должно было быть на виду. А вот к чему это привело. Я тебя как женщину, может быть, абонирую и скажу, что, в общем-то, домашние роды – это не что-то такое запредельное, они происходят, но перед этим женщина, как правило, консультируется все-таки с врачом, она не сама принимает решения. Но присутствует на домашних родах все-таки специалист. Ну, когда как. Но бывает, что просто медсестра. Но до этого женщина обследуется. Да, она обследуется, все проверяют, насколько там у нее все, ну, нет ли каких-то противопоказаний и прочее. Потому что в этом конкретном случае ребеночек уже появился на свет мертвым. То есть изначально было что-то не так. Обратите внимание, что мать умерла не сразу. То есть у нее была интоксикация организма, она мучилась и умерла через сутки от раннейшего рода. Ей не вызвали, да, именно так. На следующий день ей не вызвали помощи, но отмечается, что отец дал ей попить воды. И это не помогло. Ну, вот как этот отец теперь будет жить и как он будет спать ночами, наверное, это другая история. Хотя, мне кажется, людям, которые как-то вовлечены в секты, наверное, в общем-то, найдут объяснение. Бог дал, Бог взял и так далее и тому подобное. И это, на мой взгляд, конечно, ужасная история. Просто, я не знаю, я выступаю категорическим противником сект, потому что они придерживаются таких тоталитарных моделей поведения, воздействия на свою паству. То есть мы видим, что человек умирает, и она умирала в муках, это подчеркивалось. И ей никто не вызвал скорую помощь. То есть ей дали воды попить и все. Звоните нам 67212-93-9, 67213-93-9, да, не самый, наверное, позитивный у нас час. Мы говорим о ЧП и о катастрофах, но такая, если с юмором отнестись. На втором месте наши читатели поставили самую крупную партию кокаина, которая была изъята вообще за историю Латвии. Это 14 января произошло, в Кокнос на 65 миллионов евро партию изъяли. То, чего не хватает на повышение зарплат учителям и врачам. Именно эта сумма. Но если бы эти деньги пошли на врачей, было бы, конечно, замечательно. Но да, вот такая вот огромная партия кокаина была изъята впервые в Латвии. Мы, кстати, когда составляли вот эти списки, это же тоже, ну вот мы уже сегодня тоже с утра обсуждали с Абиком, что запоминаются вот события, которые вот последние. Кажется, что вот это все было давно, и мы вспоминали о январе, а это вообще прошлый год или это уже этот год. Начало этого года, да. Да, и ну, в общем, такое, ну, с некой долей юмора, если отнестись, конечно, можно как-то и позитивно посмотреть на это. Но да, вот такая вот огромная партия. В общем-то, не раз, мне кажется, за этот год мы и писали, и говорили о том, что периодически или в качестве транзита Латвия используется, или здесь что-то продают. Ну, в общем, растут объемы всевозможных веществ. Да, но здесь очень интересно всегда наблюдать за этой историей с точки зрения того, как потом развиваются события, потому что понятно, что наркокурьеры и наркодилеры, они не могут застраховать свой товар, то есть пойти в страховую компанию, сказать, у меня кокаин – это товар особого риска, если его вдруг обнаружат и заберут, то, пожалуйста, застрахуйте товар. А потом начинаются разборки внутри наркомафии, то есть, соответственно, кто-то не получает товар, кто-то вложил, инвестировал в это деньги, и кто-то потом может, в общем-то, не дожить до нового года. Да, это очень серьезная история, потому что кокаин откуда экспортируется, например, там из Латинской Америки. Ну, там интересно, если посмотреть на это, то я думаю, что там такие огромные потоки бизнеса, и не все доживут, я думаю, после того, как изъяли на такую сумму партию. Ну, вот, кстати… Ипотеку не возьмешь, кредит, чтобы потом оплатить. Потом оплатить, да, все это. Вот в этом году, кстати, несколько раз подводные лодки с тоннами кокаина были обнаружены, в том числе у берегов Венесуэлы, так что это не только в Латвии, но и по всему миру. То ли у нас работают лучше правоохранительные органы, как-то организованные между странами, то ли наркокурьеры стали менее… А может, конкуренты слили? А все возможно, да. Да, но 7 тонн с подводной лодки – это, конечно, тоже было то еще событие. Куда ты денешься с подводной лодки? Звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, Лариса. Вы знаете, катастрофа в длительном масштабе – это состояние нашей медицины. Я хочу объяснить, что я имею в виду. Дело в том, что сейчас погода совершенно непривычная для нашего климата. И очень многие люди, они не привыкли к такой погоде, и очень я по себе замечаю, что очень многим становится хуже. А медицина наша хуже, то есть мы идем к катастрофе уже не то, что демографической, я не знаю, как это назвать. Но это катастрофа в длительном масштабе, пока, по крайней мере. Хорошо, хоть у нас наводнения еще нету и бурь. Спасибо. Да, спасибо вам. Но это, скорее, мы бы отнесли, наверное, к социальным проблемам. Да, это мы до сегодня с утра тоже обсуждали, что это и социальное, и экономическое, и политическое, и, в общем, всевозможное со всех сторон эта проблема. Да, ну вот Андрей нам пишет, катастрофа – это то, что Михайлова ушла с болткома. Ну, Наталья Михайлова, как вы, наверное, знаете, счастлива, она сейчас занимается социальной работой, очень активно, и как раз приносит много пользы людям. Стала, кстати говоря, была номинирована как… Она победила. Да, 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 и победила, как надежда в социальной сфере. Да, это Рижская дума как раз включала. Да, 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 так что, мне кажется, отличный старт. Конечно, для нас это большая потеря, и мы поддерживаем связь, но для человечества это все-таки приобретение. Да, сто процентов, я думаю, приобретение однозначно. Если, Наташа, ты нас слушаешь, мы не только мы тебя помним, но и наши радиослушатели. Звоните нам, 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефоны прямого эфира. Мы говорим сегодня о ЧП и катастрофах, не самая оптимистичная тема, но тоже необходимо это обсуждать, потому что год был разным. На мой взгляд, не самым сложным, все-таки он такой, скорее, стабильный, потому что больших потрясений, как таких крупных катастроф, таких масштабных войн, острых ваз, в общем-то, не было. И это, наверное, уже можно сказать, что неплохо. Ну вот если говорить про обсуждение, почему обсуждать надо? Потому что надо вообще учиться на ошибках, как говорят, и на опыте другом. Ты оптилист. Ну я стараюсь, стараюсь. И как один из таких вот уроков, страшных, конечно, с жертвами, это падение рабочего с крыши Минфина. После этого начали говорить о вот этих мерах безопасности, которые должны быть, за которыми надо. следить, кто за этим должен следить, кто за это отвечает. Об этом такая, ну тоже была, поднялась дискуссия, мне кажется, очень правильная. Ну очень такая символическая, симптоматическая катастрофа, точнее, чрезвычайное происшествие, когда Минфин, под которым находится СГД, и человека, у которого, судя по всему, не было даже трудового договора. Нелегально было устроено. Он нелегально был устроен, и он срывается, падает и разбивается. И это была как раз очень, это трагедия каждой конкретной семьи, конкретного человека и его близких, безусловно. Но здесь еще получилось, что он упал с того места, которое вроде как должно это контролировать. Получилась такая очень символичная картина. Она, на мой взгляд, закруглила вот тот глубок проблем, который на самом деле сейчас есть. Он не был гастарбайтером, кстати. Ну вот не отмечается, отмечается, что это был первый его рабочий день. Был ли он обучен, проинструктировал ли его кто-то, это не отмечается. Но говорится, что он был без страховочного троса, находился на большой высоте. И вспоминать, конечно, не очень приятно, но вот когда фотографию эту выложили первую, с подписью, что тело лежит уже несколько часов. И как-то все так ходят по этому зданию Минфина. И там вот человек умер, во дворе лежит. Ну, потом последовала ставка кого-то из ответственных чиновников, если я не ошибаюсь. Там как раз кто-то взял на себя такую политическую ответственность за эту историю. Даже политическую, моральную, скорее. Ну да. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Еще целых пять минут мы будем говорить про латвийские ЧП и катастрофы. Что вы можете вспомнить? Может быть, вы нам что-то напомните? А может, расскажете о каком-то своем ЧП? Кайминж, который пострадал в пожаре, 7% набрал в нашем опросе. Но, кстати, о фотографии его и новости про Кайминжа больше всего просмотров и комментариев собирали на нашем портале. Потому что, ну, в общем-то, личность Кайминжа. Я думаю, что если бы это любой другой человек... Ну, такая трагикомическая история, на самом деле, как мне кажется. Да. И, в общем-то, символично. Мы вот обсуждали с Абиком, когда политику обсуждали сегодня с утра, падение рейтинга в партии КПВЛВ. 7% у Кайминжа – это уже больше, чем у партии. Да. Это больше, чем сейчас у партии КПВЛВ, которая была 14%, сейчас чуть меньше 3%. Ну, в общем-то, и кто-то связывал тоже, когда вот комментарии читали к этой новости, что, ну вот, с таким падением вот и... Ну, в ПАИМ не пройдут, но финансирование государственное получить могут. Ну, кто знает, еще время есть. Может, еще восстанут из тепла, как Феникса, знаешь. У популистов, на самом деле, не очень завидная судьба в том смысле, что обычно партии, которые делают ставку на такие популистские лозунги, они хорошо стартуют, но потом быстро сдуваются. Это мы видели на примере партии «Реформ» Валдиса Затлерса. Это мы видим на примере партии КПВЛВ. Это, конечно, не относится к катастрофам года, хотя для многих членов партии КПВЛВ, которые могут оказаться за бортом, это может стать личной катастрофой. Но что касается Камеша и вот этой истории, когда там был пожар в квартире, у него обгорели руки. Да, есть версии. Кто-то, конечно, сразу, ну, чуть-чуть зная предысторию Камеша, говорили, что это все алкоголь. Ну, говорили, официальная версия, или, по крайней мере, КПВЛВ ее подавала, что свеча горела на столе, свеча горела. Что свеча горела, загорелся матрас, и, в общем-то, Камеш такую рекламу или антирекламу сделал. Матрас Андорме, что вот он пенный, он буквально тек там, как лава по рукам. Камеш со своей девушкой, с которой в это время смотрел фильм, сколько мы узнали о жизни Камеша, попытались его выкинуть в окно, не смогли, руки вот он обжег, и, в общем, вся квартира сгорела, и что там дальше с этой квартирой будет, неизвестно. В общем, сейчас все это дело там расследуют, выясняют причины, но человек пострадал, правда, вот я говорю, вроде как страшно только посочувствовать, но не только сочувствие было в комментариях. Ну, мне кажется, что как раз это связано именно с тем, что потом уже Артус Камеш, который, к счастью, остался жив, и, в общем-то, его подлечили, и дай бог ему здоровья, но он, в общем, начал использовать эту ситуацию в таких политических целях, то есть он пришел уже в парламент в футболке с этими забинтованными руками, сказал, что я за распуск Думы проголосую даже лицом, там, нажму кнопку, и, в общем, из истории действительно неприятной, не трагической, к счастью, потому что все выжили, но такой достаточно драматической, в общем, он превратил это в шоу. И, наверное, когда ты превращаешь это в шоу, уже, в общем, не стоит удивляться, что люди начинают и с иронии к этому тоже, безусловно, относиться. Потому что есть и другие версии о том, что, на самом деле, все было гораздо банальнее и менее романтично, просто сигарета, с которой, ну, это такая достаточно распространенная история, когда человек засыпает, возможно, под действием алкоголя, с сигаретой она выпадает, загорается матрас. Что произошло, конечно, предстоит узнать полиции, значит, уголовное дело по данному факту. Ну, вот такая история, которую Артус Каммерс, судя по всему, пытается использовать для того, чтобы оживить свою партию. Ну, посмотрим. Ну, мне его жалко. Вот ты меня оптимистом назвал, я, наверное, еще и жалостливая, потому что, ну, все-таки... Нет, ну, конечно, жалко человека. Руки обгорели, это все очень больно и очень неприятно. Я имею в виду, что он пытается к этой истории подойти как шоумен, в первую очередь, как мне кажется. Используя возможность, он использует. Последнее событие в нашем списке – это рогбист Давис Перконс, который был найден мертвым в лесу спустя три месяца поисков. Началось все еще в 2018 году, 23 декабря он пропал. Тогда добровольцы Безвест Салве целых пять попыток предпринимали отыскать спортсмена. И, в общем-то, ну, массовые поиски были. И в результате 23 марта, ровно спустя три месяца, нашли в лесном массиве, в окрестностях Холлайна, откуда сам спортсмен был, и нашли его тело, к сожалению. Он гостил у знакомого в Риге, в Кингараксе, ушел около двух часов дня. Ну, вот до дома он, к сожалению, не дошел. Волонтеры искали много-много раз, каждый раз безрезультатно. Потом выпал снег, лед, и, в общем-то, были осложнены поиски, и после этого были возобновлены уже весной. Ну, причина смерти известна или еще не выяснена? Ну, конкретного не было ничего такого, что вот его там убили или что-то. Ну, пока выясняется. Потому что, ну, вот часто случаи, когда люди уходят, пропадают, и потом находят их тела, связаны именно с суицидальными попытками. И это еще одна проблема, о которой, наверное, можно говорить и в контексте ЧП, это депрессии, потому что тяжелые депрессии, которые люди, может быть, боятся диагностировать и так далее. Ну, я имею в виду, что есть случаи, когда именно оставляют записки предсмертно, выходят и, в общем, что-то с собой делают. Недавние случаи, которые мы также в эфире обсуждали, когда человек, его тоже тело нашли, он оставил записку, ушел. Здесь записок не было, и, в общем-то, в поисках и отдел госполиции по особо тяжким преступлениям, и криминальная полиция были подключены, но при этом видимых признаков насильственной смерти не было. В общем, все еще выясняется. Но, кстати, это в очередной раз, и это событие в том числе, ну, такое тоже, может быть, послужило поводом поговорить вообще про БСВС ЦЛВ, потому что БСВС ЦЛВ и дронами, и всевозможными способами помогало в поисках. И, например, вот они, когда просили денег из бюджета, им не дали. Да, но потом Министерство обороны, если не ошибаюсь, все-таки приняло решение выделить им деньги на дрон. Конкретно, да, конкретно на вот эти вот… Там 20 тысяч евро, если что. Да, 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 потому что у них и дрон специальный, у них и для поиска под водой, например, да, тоже вот на Андрей Салли недавний случай, который был там, где погиб. Погиб, да, 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 мальчик молодой, он 18 ноября, это было во время салюта, упал и просто не смог выбраться. Там не было лестницы. Потому что, да, ну, просто не было такой возможности. То есть мог быть человек спасен, и не смог. Но сдвинулось дело с мертвой точки в этом смысле, потому что не первая жертва вот как раз на Андреа Оста произошла, и об этом говорили и раньше, и, честно говоря, вот эта история, которую уже давно можно было бы исправить, но вот ничего не делали, и еще одна жертва, еще один труп понадобился для того, чтобы все-таки власти как-то решили, ну, давайте все-таки нам лестница. Потому что проблема-то в чем? Человек падает в воду в холодный месяц, и у него есть несколько минут для того, чтобы остаться в живых, а он не может выбраться, и он от переохлаждения уже теряет контроль над телом, а потом просто умирает. Нам надо прерваться на рекламу, но мы вернемся после небольшого-небольшого перерыва, и поговорим уже про катастрофу в мировом масштабе. Мы продолжаем, подводим итоги 2019 года, говорим о ЧП и катастрофах. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Анастасия Смоловская в студии работает. И Вадим Родионов. И Евгений Копеин с нами сегодня. И вы тоже надеемся, что вы тоже с нами. 672-12-93-9, 672-13-93-9 и WhatsApp 230-6191. Я бы еще подвел только сколько каждый из нас в эфире произнес с телефона прямого эфира за уходящий год. Думаю, это будут катастрофические цифры, на самом деле. Это подстать кружкам кофе, который выпили, например. Это тоже всегда интересная статистика. Про катастрофы. Катастрофы. Опять-таки, чуть-чуть редакционные, приоткрою шторы. Когда составляли мы эти списки, тяжело всегда. Мы между собой как-то спорим и дискутируем. Катастрофа, она, ну, понятное дело, что она для каждого личная. Но вот в мировом масштабе, насколько эта катастрофа является значимой, да, и насколько она имеет значение. В общем-то, в катастрофах у нас больше, чем в остальных рубриках. У нас не 5, а целых 7 вариантов. Это катастрофа российского самолета в Шерементьеве. Да, Шерементьево. Пожар в соборе Парижской Богоматери. 60 человек сгорели при пожаре в поезде в Пакистане. Лесные пожары в Сибири, лесные пожары в Амазонии, затопление в Венеции. И 51 человек погиб при стрельбе в мечетях Новой Зеландии. То есть, здесь есть и рукотворные, то есть, то, что люди виноваты, да, человеческий фактор. И есть вот природные явления, наверное, это такое эхо Греты Тумборг раздается сейчас. Да, но здесь, наверное, несложно догадаться, что главное по резонансу мировое событие, это, конечно, пожар в соборе Парижской Богоматери. Здесь, опять же, речь идет о символах, потому что, во-первых, это исторический объект, распиаренный объект. Еще и Гюго, кстати, приложил к этому руку, написав книгу «Собор Парижской Богоматери». Мы все знаем историю про Эсмеральду, Квазимоду, Фебе и Флёр де Лис. Ну и вот, соответственно, здесь, конечно, конкурентов у собора Парижской Богоматери фактически не было. Хотя история с сухим суперджетом, на мой взгляд, более трагичная. Ну, может быть, здесь как раз я достаточно спокойно и отношусь к зданиям, и к архитектуре, и даже к историческим зданиям я отношусь спокойно. А вот когда гибнут люди, все-таки мне это нравится гораздо меньше. Простите за то, что я, может быть, упростил эту модель. Ну, мысль понятна. Но, тем не менее, конечно, наверное, начнем с пожара в соборе Парижской Богоматери. Во-первых, это Франция. Мы знаем, как французы относятся к таким вещам, к символам. Тем более, как ты уже сказал, что это на протяжении веков. И если вот этого собора не будет, тяжело объяснить будет нашим детям, например, которые прочитают, или там через поколение, через-через поколение, ну, только что на фотографиях вот что было, а потом не стало. Ну, так пока, наверное, тяжело. Ну, слава богу, собор все-таки как был, так и есть. Там действительно очень серьезные повреждения, но, тем не менее, он будет восстановлен. Стены и так далее, все это осталось, и просто уже там воздвигнут крышу. Но, тем не менее, действительно была очень такая яркая картинка, как говорят телевизионщики, потому что пылающий собор, ну, это такое зрелище, которое не оставило равнодушных большую часть земного шара, можно так сказать. Да, и, в общем-то, потом, что звонок есть у нас? Да, есть звонок у нас, давай, примем. Да, здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Вы знаете, вот то, что поезда, самолеты, конечно, людей жалко, все, но это событие, можно сказать, локального масштаба. А вот собор Парижской Богоматери и Венеции, во-первых, собор уже в таком виде, как он был когда-то, его вряд ли восстановят. А не собор, а Венеция – это уже достояние мирового масштаба, культурной ценности нашей земли. Если мы так будем ко всему этому относиться, то, в конце концов, прилетят инопланетяне и им даже посмотреть, наверное, что будет. Спасибо. Спасибо. Ну вот для того, чтобы восстановить собор, сразу же, буквально в первые часы начали активно жертвовать деньги. Например, французский предприниматель, один из самых, наверное, знаменитых, это Франсуан Репино, выделил сразу 100 миллионов евро миллиардер Бернар Арно, 200 миллионов евро. Ну, в общем-то, начали жертвовать суммы для того, чтобы как-то восстановить. Ну, и отметили, что примерно 15-20 лет займет восстановление собора. Ну, на что президент Франции Мональ Макрон сказал, 5 лет, пятилетка должно быть сделано. Да, но здесь я все-таки немножко поспорил с Ларисой, потому что, на самом деле, за века, которые стоят те или иные исторические объекты, с ними много всего происходит, и они разрушаются, и пожары тоже случаются не так редко, как было. И, конечно, что касается и собора Парижской Богоматери, то он уже не такой, как был при Квадимоде, то есть подошел к пожару. Потом этот пожар станет еще одной исторической вехой в истории этого сооружения, потому что через 100 лет он будет рассматриваться в контексте большой истории. То есть это будет дополнять его бэкграунд, как бы, может быть, это не звучало сейчас, ну, не хочу сказать, кощуственно, но просто посмотрите на эту ситуацию с точки зрения истории. Вот мы сейчас знаем о том, что то или иное здание, например, горело 100 или 200 лет назад. Это становится частью, о которой пишут в учебниках истории. То же самое будет с собором Парижской Богоматери. Он просто дополнил свою историю. Так или иначе, 45% читателей портала Микс Ньюс проголосовали за это событие, как за главную катастрофу уходящего года, 20% – катастрофа российского самолета в Шерементьево. Конечно, ты сказал, что там жертвы человеческие, там символ, и это то, что вообще повергло в шок, наверное, как в прошлом году в Сочи, там, где доктор Лиза самолет летел. Да, и ансамбль имени Александрова. Под конец года причем это было, да, вот мы тогда обсуждали, и здесь просто это было так, ну, что это, как это, то есть какая-то… Ну, знаешь, я летал на суперджетах и до катастрофы, и после катастрофы, вот когда это произошло, я как раз после летел, не помню, куда, наверное, в Москву, как раз на суперджете, и, ну, после того, как случается катастрофа, упоминается конкретный вид самолета, ты задумываешься, вот ты только что такой разбился, и ты в нем летишь. Я вспомнил, как в 2001 году, 12 сентября, после терактов 11 сентября, я пошел в аэропорт, что мы еще делали для газеты «Час» репортаж, и разговаривал с людьми, которым предстояло лететь. И один из чиновников, который летел в Брюссель, сказал, ну, жить-то надо, что, ну, страшно, да, после этого, ну, все равно полетим. И ты понимаешь, что, да, вот, как это, может быть, не звучало, ты все равно садишься в самолет и летишь туда, куда тебе нужно. Хотя, наверное, вот после каждой такой катастрофы, как после максимума мы смотрели на потолок, после самолета мы, не знаю, прислушивались к двигателям, да, как они работают. Ну, вот, жизнь продолжается, и ты все равно садишься и летишь туда, куда тебе нужно. Да, спустя 27 минут после взлета самолет был вынужден вернуться в аэропорт Шерементьево из-за технических неполадок, и во время посадки лайнер получил повреждения, из-за которых возник пожар, и, ну, все, наверное, видели вот эту фотографию, половина лайнера сгоревшая. Нырок такой, да, он там. Да, 78 человек было на борту, 41 человек погиб в этой трагической. Тогда говорили очень активно о том, что люди хватали сумки, что, мол, хотели спасти вещи, я бы, на самом деле, здесь вот как раз никого не осуждал, потому что в состоянии паники, стресса и шока ты делаешь некие движения механические, и, в общем, ты помнишь, что у тебя есть сумка, и алгоритм действия, когда ты выходишь из самолета, у человека примерно одинаковый. Не забыть вещи. Он встает, берет вещи и так далее, и поэтому, когда начались там кто-то кого-то осуждают, просто вопрос в том, что бывали ли вы в экстремальных ситуациях. Я садился на самолете со сломанным шасси и попадал в шторм в самолетах, в ураган, точнее, когда носил из стороны в сторону, и когда ты находишься в состоянии экстремальном, ты уже по-другому совершенно думаешь. То есть я помню, когда мы садились, и у самолета просто слетели какие-то штуки, это был небольшой самолет, и летчик, с которым я рядом сидел, начал креститься просто. Ну, ты просто сидишь и думаешь, как бы тебе выжить. То есть там, условно говоря, уже алгоритм совершенно по-другому, и когда человека хватает, он, может быть, психологически тянется к этому ощущению, потому что все в порядке. Ну, вот, кстати, про все в порядке, я вот просто думала об этом, что самый большой страх, наверное, людей, которые летают, когда ты летишь, что ты можешь упасть. Ну, для кого-то это глупо, может быть, страх от земли. Да, да, что, ну, когда летишь, ты просто так, наверное, не упадешь, если ничего не случится на борту. И когда ты вот уже садишься, и как только дотрагиваются первые колеса, да, многие же уже отстегиваются сразу. То есть, ну, все, я на земле, все в порядке. Это самое опасное. Да, и поэтому как раз-таки, может быть, люди, что вот все, мы сели, все миновало, значит, все в порядке. Значит, можно и вещи забрать, и там, позвонить кому-то. Поэтому, может быть, тоже такое ощущение. Я думаю, что там просто никто ничего не понял, потому что произошла посадка, потому что как проявляется шоковая реакция, когда, опять же, много своих историй, да, есть. Когда, условно говоря, я получил травму глаза серьезную, и там, не буду рассказывать, как, была как раз эта шоковая реакция от болевого и прочего. И я просто помню, что ты вдруг начинаешь не воспринимать реальность, то есть ты находишься, как будто ты, это не ты, то есть совершенно в другом посадке. То есть, условно говоря, происходящий в этот момент процесс, вот эти секунды, ты видишь огонь или видишь что-то, и ты не воспринимаешь, что это происходит с тобой. То есть ты ведешь как в замедленном каком-то еще фильме себя чувствуешь. И поэтому, я думаю, что люди, которые оказались там, и вот вся эта история с вещами, я бы не спешил никого осуждать, на самом деле, потому что мы там не были. И как бы мы повели себя в той или иной ситуации, ну, сказать очень сложно. И дай бог, никогда не узнаем этого. Да, безусловно. Лесные пожары, лесные пожары в Амазоне и лесные пожары в Сибири, 13-10%, соответственно, получили от наших читателей. Много разговоров было этим летом. Comedy Club, кстати, очень хорошо. Да кто только не говорил на эту тему. С Comedy Club, я не знаю, видели ли вы этот ролик или нет, горит всего одна сосна. Там вот Гарик Бульдог Харламов выступал в роли мэра или кого-то, губернатора. На самом деле, это, конечно, очень комическая история в интерпретации комиков, но она и очень показательная, мне кажется, потому что там чиновники тоже себя проявили. Ну, я имею в виду пожары в Сибири. Это стало мемом, что нет смысла их тушить, что это обычная ситуация, и на поле просто полыхающие люди в масках. Там животные бегут, кто успел убежать, а кто-то и не успел. Это тоже показывали, в общем-то, страшные ситуации. И вот Ирина Шихман, например, у нее был такой фильм, можно сказать, большой репортаж. Она ездила туда и снимала. Ну, было интересно посмотреть и поговорить с людьми, которые там живут, и для них это не мелочи, не обыденная ситуация, для них это проблема. Это проблема, я тоже участвовал в репортажах, связанных с лесными пожарами, и это действительно очень сложный процесс, потому что они там окапывают их для того, это огромная территория, и часто действительно нет возможности их потушить, потому что, как в Сибири, там сколько гектаров, миллионы гектаров, да, или там сотни тысяч гектаров были объяты пламенем. И понятно, что, ну, даже при всей технике, которую ты задействуешь, ты, в общем, не можешь это потушить. Тут вопрос циничности и вот как отношения, да? Да, все в порядке, да. Да, можно же по-разному сказать и по-разному высказать свою мысль, пускай она одна и та же, и, ну, как-то по-другому ее высказать, и уже по-другому это воспринимается. Ну, потому что в Латвии, согласись, тоже леса горят, и торфяники горят. Торфяники горят, да. Вот там на приграничных районах как раз в прошлом году там полыхали, когда вот эти населенные пункты, там люди вынуждены были всегда с закрытыми окнами, потому что все время дым. Да, это проблема, конечно, Сибирь – это легкие планеты, как и Амазония, кстати. Но никто не делает вид, что все в порядке, все нормально, все, а что тут такого? Жесть. Что-то горит, ну и что? Да, Амазония была следующая после Сибири. Легкие планеты пылали. Вот Грета Тумберг, я говорю, она, конечно, в этом плане очень закономерно было ее выступление. Площадь, охваченная пожарами, в июне 2019 года в Амазонии была на 88% больше, чем в 2018 году. Ну, там тысяча-тысяча очагов, и тропические леса, которые тоже ого-го как горят, и вот эти вот все тростники и прочее. Знаешь, когда я вот понял проблему лесных пожаров, когда мы были в Чернобыле, и там, когда мы ехали по зоне отчуждения, я как раз писал об этом большой репортаж, и там везде были плакаты «Не бросайте ничего», там мало людей, но они тоже есть, чтобы не было лесных пожаров, потому что тогда радиация может подняться. Вот там как раз, это знаешь, как контрастное вещество. Ты понимаешь, что, скажем, когда пожар в обычном лесу, там радиации, конечно, нет, но все равно есть смог, у людей, у которых астма или какие-то заболевания легких или дыхательных путей, могут возникнуть проблемы, потому что там несколько лет назад над Москвой, когда эти горели тортянники вокруг, там у многих людей действительно там вырос уровень смертности. И вот тот факт, что потом идет вот это загрязнение, и людям нечем дышать, это на самом деле огромная проблема, я с тобой согласен, когда чиновники в Сибири говорили, все, под контролем, горит одна сосна, то, конечно, это попытка преуменьшить эту проблему. И вот тот вот чернобыльский опыт, там как раз видно, что все это вздымается в воздух и распространяется. Но там еще радиоактивные изотопы, поэтому гораздо страшнее такие пожары. Ну вот, кстати, когда были пожары в Амазоне, имя актера Леонардо Ди Каприо прозвучало, он как такой борец за экологию. Друг Греты Тунберг. Друг, да, однозначно. Ну, говорили, что он спонсирует неправительственные организации, которые могут быть связаны с лесными пожарами в Амазоне, в общем, там тоже те еще были пожары между людьми какие-то были. Мне кажется, что здесь очень хорошо таким образом выявляются разные не очень добросовестные предприниматели, потому что часто пожары возникают из-за несанкционированных каких-то, ну, из-за той же вырубки леса, да, там, например, используют электрическое оборудование или еще там, ну, условно говоря, какие-то искры, которые могут спровоцировать. Потому что не все провоцируют брошенные окурки, конечно, и в Латвии эта проблема с торфяниками часто именно по причине того, что кто-то что-то незаконно делал, пытался делать какой-то бизнес, и потом там нарушали технику безопасности, и это приводило к серьезным проблемам. Совсем мало времени у нас остается, и еще несколько пунктов нам надо обсудить. Это, конечно, страшный теракт, гибель 51-го человека при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии. Ну, в принципе, в марте этого года, во время пятничной молитвы, 15 марта, было два нападения, одно в 13.40, второе в 13.55, с разницей в 15 минут, было убито 51 человек, и ранено 49 человек. Ну, в общем, такой страшный теракт, назвали его одним из самых мрачных дней в Новой Зеландии. Ну, потому что Новой Зеландия достаточно спокойная страна, в принципе, в новостных хрониках она появляется крайне редко, и это, конечно, шок для всего мира, потому что здесь тоже, наверное, есть такой немножко циничный подход, как бы мы не говорили о всеобщем равенстве и братстве, понятно, что есть страны, в которых происходят теракты, и ты уже практически не обращаешь на них внимания. И даже, если посмотреть ленты информационных агентств, типа Reuters или Bloomberg, скажем, новость, теракт в Ираке или теракт в Бангладеш идет короткой строкой. Ну, мол, не дадут, но нет, теракт в Новой Зеландии, в странах Европы, в США пойдет с Breaking News, там будет просто везде. И эта разница есть, и восприятие стран в контексте терроризма тоже, конечно, различается. Ну, этот год надо, да, вот ты с самого начала отметил, что он такой достаточно спокойный был, и мы тоже отметили, когда вот составляли эти списки, потому что помним позапрошлый год или позапрошлый год, когда мы просто уходя на выходные из редакции говорили, ну, надеемся, на выходных не увидимся. И увиделись. И виделись все лето практически, потому что был то переворот в Турции, то теракт во Франции, в Брюссель. Да, в общем, там было просто, да, один за другим, и тогда, конечно, было страшно. Еще два пункта – это затопление Венеции, которое 2% всего от наших читателей получило. И так затоплено как-то. И так, да, да, видимо, как-то решили, ну, подумаешь, там дождь прошел чуть-чуть побольше уровень, воды поднялся, все нормально будет. На гондолах нам плавают. И если посмотреть фотографии, и вот как мы говорили, да, про собор Парижской Богоматери, тоже страшно. Все эти замки, все дворцы, исторические здания, все вот это вот там просто плавает. И ты не знаешь, восстановят это, не восстановят это, навсегда это, не навсегда это. Так останется? Я бы здесь, на самом деле, не драматизировал так сильно, потому что в Венеции уже не один десяток и не одна сотня лет. И, конечно, этот удивительный город, в котором я неоднократно также бывал, в общем, думаю, что переживет и это, и там повышается уровень воды. И, как, знаешь, вот очень часто мы воспринимаем ситуацию через призму конкретного наводнения или какой-то катастрофы, что вот такого же никогда не было. На самом деле много очень было. Это вот как Парфенов в свое время сделал сюжет о том, что старожилы не помнят. А, ну, вот старожилы такого не помнят, да, там жители какой-то, где что-то произошло. Потом они начинают выяснять, что старожилы просто уже забыли, потому что было что-то такое. И я думаю, что Венеция тоже выживет, и все с ней будет хорошо. Но, конечно, такие события бывают, и здесь можно говорить о повышении уровня морей и океанов, связанных, опять же, с глобальным потеплением. А здесь, здравствуй, Грета, от которой мы никуда, наверное, не уйдем. В этом году она стала своего рода символом 2019 года. Не с моего, прям символом символом. Кто бы как бы и не относился. Последние наши читатели 1% отдали пожару в поезде в Пакистане, где сгорели 60 человек. Но вот это, да, тот момент, про который ты говорил. Да, потому что Пакистан. Да, что вот есть, наверное, такие вот регионы, к которым мы, к сожалению, не так серьезно относимся. Ну, здесь еще важно и удаление, хотя Новая Зеландия от нас дальше, чем Пакистан, но, тем не менее, Новая Зеландия ближе к нам по культуре. Это все-таки такая более, назовем это, европейская модель Пакистан, Индия, Бангладеш и так далее и тому подобное. Это что-то для нас совершенно экзотическое. И когда у них что-то происходит, то, ну, ты воспринимаешь, ну, страна не очень благополучная, но ладно. Каждый день там что-то происходит. Есть эта, конечно, разница в подходе, есть это более, может быть, циничное отношение к странам, которые мы высокомерно, я имею в виду сейчас европейцев, относим к странам третьего мира. Ну, 60 человек, ладно, да, а теперь 2 человека погибли там в Америке. О, какой ужас, да, и 60 в Пакистане, ну, ну да. Ну, вот про, мне бы еще хотелось, у нас буквально 3 минуты остается, ну, катастрофы, не катастрофы, но для семьи однозначно хотелось бы два слова сказать о людях, которые покинули нас в этом году и в Латвии, и в мировом масштабе. Но если про Латвию говорить, то, наверное, Андрей Жагарс был одним из самых… Глава Латвийской национальной области. Бывший, да, и, в общем-то, очень уважаемый человек и меценат, и, ну, в общем, прощались с ним всей страной, конечно. И вот если про меценатов говорить, Борис Тетерев, который нашим радиослушателям не понаслышке известен, поддерживали программу «Зеленая лампа», тоже… Ну, Рудольский замок он отреставрировал на свои деньги. Да, 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 в общем-то, там, ну, заслух у человека ого-го сколько, и тоже, конечно, было такое для латвийского общества «Потерь из потерь». Журналист, ведущий Мартин Шкибилц, наверное, это я лично от себя добавлю, потому что очень интересным журналистом он был, и программы, ну, я всем рекомендую, потому что это как раз-таки, мне кажется, там и про интеграцию, и про то, что независимо от того, кто мы, что мы, к какому мы себя, к какой национальности причисляем, на каком языке говорим, живем мы все в этой стране, там, в этом или в другом городе, и должны заботиться об этом месте. «Адресос», мне кажется, замечательная программа была, возможно, будет как-то переделывать формат. Джема Скулма. Да, художница. Латвийская, да, тоже ушла в ноябре этого года. Ну, и если вот про мировые, это, наверное… Марк Захаров. Марк Захаров ушел. В общем, там список огромный, вот из совсем-совсем недавних. Это Галина Волчек, конечно, да, тоже, хоть и попала она в больницу, и уже, ну, в общем-то, ну, как вот говорят, что мы циничные, но, как правило, когда пожилой человек попадает в больницу, мы уже предполагаем… Ну, Алексей Леонов ушел тоже из жизни, и на самом деле это такая для нас в какой-то степени личная потеря, потому что первый человек, который вышел в открытый космос, он выходил в наш эфир. Мы собирались сделать с ним большое интервью и хотели пригласить его и в абонент доступен, но вот как-то не сложилось. То есть он был у нас в эфире, включался, рассказывал, в том числе и про то, как он совершил свой знаменитый выход в открытый космос. Но вот большого интервью, к сожалению, у нас не случилось, хотя я был дома у его дочери, мы делали очень большой репортаж в свое время, говорили там с ней и делали про их дом и про их семью. Ну вот, не знаю, для меня это такая незаконченная история, потому что я очень хотел сделать большое интервью с Алексеем Архиповичем, но вот не сложилось. Нам пора заканчивать, мы с вами прощаемся.